Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Сегодня три года со дня всенародных выборов губернатора. 14 сентября 2014 Николай Меркушкин заручился поддержкой почти 1,3 млн жителей Самарской области. При высокой явке за него проголосовали более 90% избирателей. За три года в регионе произошли радикальные изменения в разных сферах жизни. В развитии производств, в сельском хозяйстве, жилищном и дорожном строительстве достигнуты рекордные показатели. Но самое важное. Главе региона удалось добиться общественной поддержки для решения всех этих вопросов. Олег Зверев о том, как изменилась губерния за эти годы. Современному жителю Самарской области еще только предстоит оценить масштабы сегодняшних преобразований. А вот будущие поколения многое уже будут воспринимать как должное. То, что в регионе не делали предыдущие 20 лет, оказалось возможным сделать всего за 5 лет. Большинство этих проектов реализуются по инициативе губернатора. Люди оценили государственный подход к решению проблем. На выборах в сентябре 2014 года при рекордной явке Николая Меркушкина поддержали более 90% избирателей. С прибытием Николая Меркушкина, естественно, все дела пошли в том русле, который необходим для нашей области. Итог, результат, мне кажется, очевиден. Это выборы его, общенародные выборы, где он был признан народным губернатором. Точкой отсчета новой истории Самары станет чемпионат мира по футболу. То, что игры пройдут на высшем уровне, сегодня никто не сомневается. У России есть большой опыт проведения спортивных праздников международного масштаба. На протяжении десятилетий наша страна принимает соревнования самого высокого уровня. И ни разу ни одна спортивная федерация мира не высказала претензий к качеству организации. Международный футбольный турнир 2018 года будет еще более масштабным и зрелищным. По числу гостей и общей зрительской аудитории чемпионат мира превосходит даже Олимпиаду. Самарский проект стадиона для проведения Игр Мундиаля признан самым оригинальным из всех в городах участников. И самым статусным. Самара-арена – единственный старт строительства которого дал президент России Владимир Путин. Совсем недавно Россия осуществила масштабный, крупный, может быть самый крупный в нашей новейшей истории проект Олимпийские игры в Сочи. Мы сделали это с вами очень достойно, провели на самом высоком уровне. Да и спортивный результат оказался ожидаемым. Сегодня так уже можно сказать. И теперь мы приступаем к осуществлению другого, не менее масштабного проекта подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Это был первый визит главы государства в Самару. Он состоялся по приглашению губернатора. В Самаре Владимир Путин провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Министрам были даны конкретные поручения. Сегодня уже время подводить итоги. Более пяти лет Николай Меркушкин возглавляет Самарскую область. И три года прошло со дня всенародных выборов. За это время в губернии открыто более 60 современных производств. Регион стал центром притяжения крупных банков и международных корпораций, которые открывают в Самаре свои ключевые подразделения. Я считаю, Николай Иванович Меркушкин уловил правильный тренд. Такой децентрализации из Москвы, о чем сейчас много говорится. Москва перезаполнена. Рекордные показатели в сельском хозяйстве, строительстве жилья и дорог. Самарская область снова стала ведущим научным центром страны. 1 сентября 2017 года первые ученики пришли в школу в Южном городе. Эксперты признали ее самой современной в России. Новые школы в Самарской области не строили больше 20 лет. А теперь всего за два года открыто три учебных заведения. Мы открываем сегодня школу, которая руководством Министерства образования России названа сегодня лучшей школой страны, школой будущего. И мы сегодня вместе с вами на этом историческом событии. За эти годы построено полтора десятка ледовых дворцов, 28 физкультурно-оздоровительных комплексов, 400 универсальных спортивных площадок. Вообще один из основных принципов руководства губернатора Николая Меркушкина, чтобы как можно больше жителей были вовлечены в управление городом и регионом. Такова основная идея, проведенная в Самаре, реформа местного самоуправления. Сформированы 355 общественных советов. В каждом микрорайоне назначены управляющие. В общей сложности глава региона провел больше тысячи встреч с жителями во всех городах и районах области. Я внимательно наблюдал за присутствующими в зале и убедился, что вы воспринимаетесь как настоящий народный губернатор Самарской области. Сегодня Самарская область вполне заслуженно претендует на мировое признание. Областному центру присвоено звание «Город трудовой и боевой славы». Инициативу ветеранов поддержал президент страны. В регионе учреждены звания, заслуженные и народные практически в каждой профессии. Но эксперты считают, что нынешний этап – это только начало возрождения былой славы опорного края страны. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Стадион Самара-Арена станет главным центром притяжения самарцев не только во время чемпионата мира по футболу, но и в будущем. На следе Мундиале губернатор Николай Меркушкин обсудил с помощником президента России Игорем Левитиным. Он прибыл в 63-й регион с рабочим визитом. Посетил стадион, на котором монтируют кровлю, и ведется внутренняя и внешняя отделка помещений. Особое внимание Левитин посоветовал обратить на территорию вокруг арены. По плану здесь построят ледовый дворец спорта, велотрек и другие объекты, которые успешно должны использоваться и после чемпионата. Сам стадион получил положительную оценку помощника президента. Этот стадион имеет свою особенность, в отличие от других стадионов. И поэтому нам было важно, чтобы он вписался в те временные рамки, которые были. Сегодня мы будем сказать, что здесь уже нет риска, что он не будет в видео в свое время. Работы сегодня, если говорить, они активно ведутся. На самом деле каких-то особых рисков нет. И сегодня я доложил еще раз Игорь Ильичу, генеральный подрядчик, что до конца октября все основные строительные работы будут завершены. На встрече обсудили и транспортную доступность стадиона. Губернатор заверил, гости чемпионата не будут испытывать трудностей. Уже завершается строительство двух четырехполосных дорог «Дальний» и «Арены-2018». Все ремонтные работы на самарских дорогах завершатся через две, максимум через три недели. Около тысячи домов в этом году отремонтируют в области по программе капремонта. В большинстве зданий работы уже завершены. В Самаре строители применяют новую технологию – навесной вентилируемый фасад. В чем его преимущество, расскажет Лариса Шлафаст. Дом 371 на Новосадовой приобретает новое лицо. Фасад здесь ремонтируют по новой технологии. Сначала рабочие монтируют подвесную металлическую систему. Затем на нее устанавливают плиты из керамогранита. Основное отличие такого фасада – воздушные прослойки. С одной стороны, она позволяет защитить здание от прямого воздействия атмосферных осадков и сезонных перепадов температуры. С другой – не пропускает влагу в стены, что увеличивает срок службы здания. Кроме того, стальной фасад более пожароустойчив. Здесь заложена металлическая система. Как показали данные, металл, температура плавления – 1800 градусов. Температура пожара – 900 градусов максимальная. То есть здесь произойдет незначительная деформация, больше ничего. Жители очень все довольны и рады. Сначала так настороженно относились, а потом поняли, что это для их блага, для этого дела, для их удобства. Все довольны остались. Технология вентилируемого фасада хорошо зарекомендовала себя в Казани и Москве. Срок службы таких фасадов – 50 лет. Кроме того, в случае, если новое покрытие испортит вандалы, плиты можно оперативно заменить. Это, будем говорить, экспериментальные дома. Посмотрим, почему, если этот процесс пройдет, и действительно вот эти технологии покажут себя положительно, я думаю, мы будем активно внедрять их. По новой технологии до конца года в Самаре отремонтируют 8 домов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Незаконной рекламе бой. Очистить территорию района от нелегальных расклеек – задачу поставил глава города администрации Советского района. Объявление портит облик областной столицы. Что еще отметил глава, подводя итоги объезда района, знает Андрей Горгуленко. Очистить территорию от незаконной рекламы – такую задачу поставил глава города перед руководителями Советского района. Объезжая улицы, Олег Фурсов отметил, расклеенных объявлений хоть и стало меньше, но остановки, столбы и фасады домов все еще грязные. Избавление от рекламы касается и баннерных щитов. Теперь ответственность за их легализацию или уничтожение лежит на местных властях. Также на особом контроле должен быть порядок во дворах. Регулярно нужно проверять, есть ли поваленные деревья, не крашеные заборы, не ухоженные площадки. В этом глава города полагается на помощь управляющих микрорайонами. У управляющих микрорайонами должны быть дефектные ведомости, посмотреть, что сделано, что не сделано, и эти ведомости разбить на микрорайоны и раздать их управляющим. Они будут дополнены еще теми замечаниями, которые увидят сами руководители микрорайонов. И с периодичностью определенной вы должны отмечать, что у вас меняется. Тогда у вас будет понятна динамика вашей работы, и, я думаю, отдача вашей, результативность, она будет гораздо выше. Важно привести в порядок и территорию образовательных учреждений, там, где необходимо снести гаражи, а также отремонтировать подъезды к школам и детсадам. Подъезды к образовательным учреждениям, ревизию проведите, посмотрите вместе с образованием. Вот посчитайте, у вас есть собственный бюджет, подъезды будут сделаны к образовательным учреждениям. И парковка у школы на улице Красных Коммунаров. Олег Фурсов напомнил о приближающемся чемпионате мира. Фасады домов на улице Аврора должны быть отремонтированы к приезду гостей Мундиаля. Также глава города порекомендовал выбрать центральную улицу района, которая будет любимым местом для прогулок. Мини-Арбат недалеко от дома станет яркой точкой культуры и отдыха. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. День Х. 26 сентября. На совещании по отопительному сезону первый замглавы города Владимир Василенко назначил дату, когда все котельные и тепловые сети должны иметь стопроцентную возможность при необходимости подать тепло в батареи. В первую очередь на социальные объекты. Детские сады, больницы, дома ребенка и школы. В городе шесть проблемных котельных. В поселке Толевый, на Красной Глинке и улице Олимпийская. По словам Василенко, никто сегодня не уйдет домой, пока эти котельные не будут включены. Сейчас, как только пойдет первые дожди, скажем, да, сразу будет прохладно. Естественно, мы должны быть готовы немедленно развернуть и включить эти объекты. Вот мы ориентируемся на это. Мы не будем выдерживать пять дней опускания. Сегодня органы местного управления представлено право, хоть один день провалились, мы для плюс пять можем начинать этот отопительный сезон. В Самаре снизилась стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья. Какие еще экономические сюрпризы нас ожидают, расскажет Олеся Корецкая. Здравствуйте. Нефть продолжает расти. За баррель марки «Брэн» дают 54 доллара 95 центов. Курс на 15 сентября. Доллар 57 рублей 77 копеек. Евро 68 рублей 69 копеек. Золото стоит 2470 рублей. Серебро 33 рубля 21 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 15 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 75 копеек. На этой неделе потребительские цены не менялись, тогда как на прошлое специалисты зафиксировали снижение на 0,1%. Россиянам, возможно, удастся сэкономить 25 долларов при поездке в Египет. Власти этой страны предлагают отменить визы для наших туристов. А в Самарском регионе за этот год на 9% снизилась средняя стоимость квадратного метра. Сейчас она составляет 55 400 рублей на рынке вторичного жилья. На этом все. И пусть дела идут в гору. В Оренбурге стартовал финал юно-армейской окружной военно-спортивной игры «Зарница по Волжье». Открытие соревнований прошло на аэродроме прославленного 117-го отдельного военно-транспортного авиационного полка. Военная игра проходит по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. В Оренбурге собрались лучшие юно-армейцы по Волжье. Они победители школьных, муниципальных и региональных соревнований. В честь Самарской области «Зарница» защищает команда Богатовского военного патриотического клуба «Гвардия». Первый день «Зарницы» по Волжье прошел на полигоне 106-го учебного центра войск ПВО. Юно-армейцы преодолевали полосу препятствий, металли-гранаты и сдали зачет по физподготовке. Завершился первый день соревнований в музейно-выставочном комплексе «Салют Победа». Там прошел молодежный флеш-моб «Помним». Подростки выложили слово «Помним» с зажженными свечами на площади комплекса. Вернулся с Победой муниципальный детский театр «Задумка» с 6-го международного фестиваля «Созвездие». Сколько наград забрали самарцы в Болгарии, узнала Лариса Шалафаст. Танцы «Малилуи» коллектив Самарского театра «Задумка» покорил требовательные жюри болгарского фестиваля, оставив позади соперников из восьми стран и коллектива из других городов России. Конкуренция была высокая, но артисты «Задумки» смогли справиться с волнением и показать все свое мастерство. Мы обычно просто стоим в круг, кладем руки и все вместе кричим «Задумка». Нам это помогает настроиться. Больше всего, наверное, мы считали нашими самыми главными соперниками из нашей страны несколько коллективов. Мы говорили, что вот, мы боимся, что они поведят нас. И были, конечно, еще сильные коллективы, но их мы не боялись. На международном фестивале «Созвездие в Несебре» Самарская «Задумка» собрала первые места сразу в нескольких номинациях. Помимо современной хореографии, стали лидерами в народных танцах и эстрадных песнях. Победить на престижном международном конкурсе юным артистам помогла не только идеальная техника, но и особый русский характер. Когда это только профессиональная выучка, и за этим не стоит какого-то такого, знаете, вот эмоционального содержимого, когда глаз не горит, когда нет вот такого контакта со зрительным залом, харизмы нет у коллектива. Ну, это проходит, да, хорошо, но скучно. Бывает что-то, может быть, даже не так там они ногами сделали, но когда идет вот этот позитив, когда это удовольствие от содеянного, когда идет какая-то вот ниточка контакта с залом, вот это играет, в общем-то, конечно, основную, я думаю, решающую роль. Долго почивать на лаврах юные артисты не будут. Впереди подготовка к большому сольному концерту, который пройдет через месяц в Москве. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Кавалеристы на лошадях в центре современной Самары. Годовщину со дня открытия отметил музей 5-го Александрийского гусарского полка. Старинная военная форма, холодное оружие и оригинальные фотографии. Уникальные экспонаты по крупицам собирали по всему миру. Как связаны Александрийцы с Самарой, расскажет Алина Чемерес. Полк жив, пока есть знамя. Именно с передачи штандарта, выполненного точь-в-точь, как оригинальный, и начинается празднование годовщины музея Александрийских гусар. В лучших военных традициях под звуки оркестра 5-й Александрийский гусарский полк появился в России в конце 18-го столетия. В начале 20-го квартировал в Самаре. Отсюда кавалеристы и ушли на Первую мировую войну, а потом и в эмиграцию. А их наследие теперь с трудом собирают по всему свету создатели музея. Речащий жетон, который был сделан на столетии полка 1775-1875 года. Уникальных экспонатов здесь немало. Оригинальные погоны, оружие, военная форма, подлинные документы и фотографии. В день полкового праздника для всех желающих проводят экскурсию. Гусар в натуральную величину. Именно так и выглядел рядовой Александрийского полка. Кавалеристов отличал цвет формы. А за это их и прозвали черными гусарами. Головной убор украшен султаном. Даламан, как веяние в моде, надет на одно плечо. Наперевес оружие. А в этих сумках гусары перевозили документы. Своё другое прозвище «бессмертные» гусары получили во время войны с Наполеоном. Когда после боя, облепленных грязью бойцов, командир спутал с прусскими гусарами смерти. Их обмундирование вскоре и стало образцом для формы александрийцев. На полковом празднике и потомки славных кавалеристов. Офицер-подводник Сергей Батюшков, внучатый племянник Константина Батюшкова, на торжество специально прибыл из Москвы. Говорит, только благодаря создателям Самарского музея узнал о подвиге своего героического предка. Он отбил артиллерию полка, не дал её захватить. Артиллерии, как мы понимаем с вами, это немало, это важно. Защитил их, отбил, и они смогли отойти. Наседала большая воинская часть немцев, силы были неравные. Именно в этом полку служило огромнейшее количество, прежде всего, знаменитых людей. И второй момент, то, что практически все офицеры служили родными братьями. Это касается и Батюшковых, и Карамзина, и ХДБД, и Рава, и куча-куча фамилий. Сквозь призму истории одного полка создатели музея планируют знакомить жителей с событиями Первой мировой войны в целом. К сожалению, Великая война, та, которая была Первая мировая война, она немножко с нашей памяти стёрта. Гораздо меньше знаков её, гораздо меньше людей мы помним, героев её войны. Так вот, таким образом мы пробуждаем интерес. Люди, увидев Александрийского гусара, им станет интересно, что же такое было. Мы открываем это для наших граждан, в первую очередь для молодёжи. Нам нельзя терять поколение, оно должно быть воспитано на славных традициях наших предков, которые защищали нашу Родину. Музей не единственный способ сохранить в Самаре память об Александрийцах. К следующему полковому празднику в городе планируется установить мемориал, посвящённый гусарам. Деньги на него уже собрали, силами меценатов и жителей. Появится он рядом с домом офицеров. Прообразом Александрийца, ведущего за собой коня, станет Константин Батюшков. Алина Чемер, Дмитрий Мешканцов, События. Футбол, игра для каждого. На поле вышли служители правосудия. В Самаре открылось 10-е первенство судейского корпуса Приволжского федерального округа по мини-футболу. Накал страстей, буря эмоций. Такую горячность от этих людей увидишь нечасто. Беспристрастные и объективные сменили чёрные мантии на шорты, майки и гетры. На футбольном поле – судьи. Юбилейное 10-е первенство судебного сообщества Приволжского федерального округа проходит в Самаре. Два дня показывать мастерство владения мячом будут служители Фемиды из 14 регионов. В первом матче турнира встречаются команды двух регионов, организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года – Самарская область и Мордовия. Напряжённая борьба и побеждает дружба. Счёт 3-3. Домашний чемпионат особую ответственность на каждого накладывает и постараемся поднять планку своего уровня повыше. Вот это представление команды – это первый раз было. Учитывая статус чемпионата, что он 10-й, мы решили сделать так, поскольку, чтобы зрители примерно знали, кто играет в команду. Там нет никаких футболистов и так далее. Там реальные судьи, которые назначены указом президента. И хотя не привыкли к труду умственному, физическую форму судьи стараются поддерживать в свободное от работы время. Мы командой собираемся, играем каждую неделю, каждую пятницу. Ну и перед соревнованиями, конечно, у нас происходит соревновательный турнир, когда мы ездим и играем ещё и с прокурорами нашими в Оренбургской области. Я сам лично организовываю себя в районе соревнований. Первенство по мини-футболу – прекрасная возможность продемонстрировать результаты тренировок. К тому же спорт в последнее время стремительно набирает популярность. Так, в Самарском регионе за пять лет количество людей, увлечённых физкультурой и спортом, выросло больше, чем в два раза. Во многом благодаря строительству новых спортивных площадок, универсальных фоков, ледовых дворцов. Мы тоже в Самарской области сегодня пытаемся как можно больше молодых людей, детей, подростков, взрослого населения вовлечь в спортивную жизнь. Мы построили почти 400 дворовых пришкольных площадок с искусственным покрытием в области. И как раз это нам дало очень хороший результат массовости участия в спортивных мероприятиях, в спорте нашей молодёжи. В первый же день каждая команда сыграет по шесть игр в группе. Во второй день турнира будут состязаться по системе плей-офф. И хотя футбол любительский, настрой на победу у всех команд высокий. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. В девятый раз в Самару приехали дзюдоисты из Саратова, Ульяновска и Уфы побороться на мемориале Потапова. Удалось ли гостям подняться на пьедестал почёта или его заняли только самарские спортсмены, расскажет Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта. Саратовский дзюдоист Дмитрий Курдюмов в финале мемориала Анатолия Потапова с трудом завоевал золотую медаль. Исход поединка решил лишь один идеально исполненный приём. На подножке попался самарец Дмитрий Якимов. Была очень напряжённая борьба, динамичная. Соперник был очень профессиональный и техничный. Мы с тренером полностью просмотрели противника, проанализировали его борьбу. Я не то что ожидал, но готовился к этому броску и всё-таки получилось сделать. Турнир памяти Потапова проходит уже в девятый раз. В 1975 году бывший самбист создал на стадионе «Динамо» первую секцию японской борьбы. Анатолий Петрович за свою тренерскую карьеру воспитал много выдающихся спортсменов. На мемориал ежегодно, кроме действующих дзюдоистов, приезжают ветераны и родственники Потапова. Очень детей любил. Болел очень за них. Воспитанники его тоже уважали. Спортом он жил. Очень любил спорт. Это вся его жизнь. Молодёжка-приложка у федерального округа приехала на Самарский турнир перед первенством по Волжье специально. Для спортсменов до 21 года любые соревнования – это проверка своей спортивной формы. А генеральная репетиция перед отборочными стартами на первенство страны – лучший способ сделать это. Мне понравилось то, что вся борьба упорная. Проходных поединков нет. Все борются, стараются. 73 килограмма поединка, потому что там один спортсмен – член сборной нашей. А который его выиграл, он не член сборной. Поэтому, в принципе, борьба реальная. Молодцы, борются. Самарские дзюдоисты на мемориале Потапова завоевали 9 медалей из 15 возможных. Ощутимый вклад в победу внесла женская сборная 63-го региона. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова